Ребят, сразу скажу наперёд, вот если хотите взять, ну берите такой, если деньги есть, пожалуйста. На этом можно, в принципе, обзор завершать. Он просто шикарен, всё. Ультрабук для жизни, для работы, для игрушек, он реально прикольный, он реально стоит своих денег. Это версия X-Pro 2023 года. Что изменилось, давайте посмотрим. В такой коробке будет продаваться, в комплектации мы находим зарядку 90 Вт, вот такой вот провод Type-C Type-C и переходник с Type-C разъёма на обычный Type-A. Ну, возможно, вы сюда захотите подключить какой-нибудь свой старый накопитель, либо что-то уже древнейшее по USB-A. Ну и на самом деле, понятно, что работа работа у нас, но зайти поиграть в игрушки тоже можно, потому что здесь у нас сейчас уже стоит процессор 13-го поколения от Intel. Raptor Lake, возьмите, распишитесь, i7-1360p. 12 ядер, 16 потоков, давайте немножко потускнее сделаем, потому что яркость здесь хорошая, прям 500 нит. Вот так вот по внешке, конечно, шикардос, он тоненький, 1,2 кг он весит. Экран у нас LTPS разрешением потрясающим, 3120 на 2080, 90 герцовый, он у нас сенсорный, и поэтому, ну это просто удобно, если вам нужно там по работе, например, там браузер листать и так далее. То есть люди, конечно, так еще относятся, знаешь, о, сенсорный экран, типа зачем, но вот ноутбук вот так вот максимально открывается. Конечно, было прикольно, если бы он полностью так и раскладывался, но смысл в том, что когда ты сидишь, у тебя ноутбук на коленях, то просто, знаешь, туда-сюда листать и какие-то новости читать, вообще общаться с компьютером, это реально удобно. Ну, за это нужно платить, конечно, я думаю, каждый из вас согласится, что ноутбук реально классный, но какой у него минус может быть? Ну, цена, конечно, ребят, потому что, ну, это ультрбук, ну, посмотрите, насколько он тоненький, но он классный. Сделан из интересного такого материала, потому что они в трех цветах есть вообще ноутбуки. Вот, у меня в белом цвете, здесь это, так он называется, знаете, как магниевый сплав с напылением. Отпечатки пальцев на нем не остаются, только что, вот, может быть, на хромированной надписи Huawei. Так, очень приятный на ощупь, не тяжелый, красивый. Давайте его попробуем пальчиком одним открыть. Чупинкс. Все получается. Клавиша включения у нас совмещена с сканером отчеткой пальца. Ну, график, соответственно, у нас тут она встроена в процессор будет, Iris Xe. И, ну, тест провел, давайте вам покажу все просто результаты. Здесь стоит 1 терабайт SSD-шки, очень быстрый. По скорости вообще просто за глаза. Для комфортной работы, да даже какой, это вообще просто, ну, ноутбук как бы космос. То есть, он тоненький, и в нем все самое, можно сказать, передовое лучшее. То есть, новое поколение Intel стоит, очень быстрый SSD, 16 гигов оперативы. Windows 11, сенсорный экран, быстрая зарядка, классный звук. Динамики находятся здесь, очень объемные. Четыре микрофона, 720p, 30 кадров в секунду у нас будет для видеоконференции. Если вы там по работе куда-то звоните или будете стримить. Написано с фокрасной подсветкой. Регулировка яркости дисплея, вот, вообще его можно выключить, но при этом будет работать, тоже классная тема. Регулировка яркости клавиатуры, конечно же, есть. Она у нас мембранная, островного типа, без нампада. И здесь, соответственно, у нас есть несколько градаций подсветки. Плюс, также ее можно полностью и выключить. Ну, по клавиатуре, я думаю, вам все будет понятно. Очень классный трекпад. По нажатиям, вообще, просто в любом месте, где-то хочешь его нажми, хоть даже вот здесь, он даже здесь вот нажимается, представляете, вот, прям вообще на кончике. То есть, вся вот эта вот поверхность, она везде прощелкивается. Я бы таким пользовался с радостью, вот, прям, знаешь, реально ноутбук хорош. Могу только каждому из вас пожелать вообще вот именно такой ноут вообще иметь. По трекпаду еще замечание. Ну, это как бы плюс этого трекпада в том, что, ну, Huawei, да, продолжает эту тему делать, что, например, вот эти части, они у нас сенсорные, влияют на громкость с этой стороны, а здесь на яркость. И, то есть, когда мы делаем, у нас такой, знаешь, приятный щелчок под трекпадом раздается. То есть, ты, как бы, физически с ноутбуком общаешься, ты вот это прям чувствуешь. А с другой стороны у нас все то же самое, только по звуку идет. Это очень удобно. Ну, всевозможные там жесты и так далее, все это тоже здесь поддерживается. Ноутбук вас обучит этому. Существует три цвета, и они у нас, скажем так, вот есть в белом. Здесь будет такой вот этот сплав магниевый. Есть, как бы, серебристый цвет. Он будет из алюминия. Есть еще и синий цвет. Конечно, вот так вот, не только в одном цвете, еще, конечно, по цветам, они, конечно, все разные. Что мне здесь нравится? Кроме того, что я уже сказал, соотношение вот этого дисплея, размер, то есть, значит, такой, это не 16 на 9, а 4 к 3. 14,2 дюйма, вполне себе достаточно. 1,2 килограмма, круто, что можно всегда просто взять его с собой. То есть, в поездке он не чувствуется. Он не маленький, он не большой, он прям вот такой, как нужно. Снизу, по вентиляции, когда прогонял тест, соответственно, замерил температуру. Конечно, самое жаркое у нас здесь. Здесь, вот здесь все это дело у нас задувается и выходит сзади. Четыре ножки, на которых он стоит. Максимальная температура, которую мне удалось замерить, 40 градусов. Ну, снаружи, соответственно. Наклеечка Huawei Sound. По звуку вам скажу, что кайфовая тема. Ну, я сейчас ставить вами не буду, потому что микрофон, это самая, весь объем не передаст. Довольно-таки комфортно вот с этой вот, из магниевого сплава, значит, нельзя сказать, что она пластмассовая, это наш магниевый сплав. Комфортно в режиме работы держать его на коренках. То есть, коренки у нас не жарятся. По подключениям, значит, у нас тут слева находится, ну, спаренный разъем наушники и микрофон. Здесь два Thunderbolt USB 3.2 Gen 2. А с другой стороны будет USB 3.2 Gen 1. Вот здесь вот. Короче, вот здесь вот у нас максимальная пропускная способность 40 гигабит в секунду. Самые крутые разъемы слева находятся. Соответственно, по комплектации вам уже показал, что длинный кабель Type-C, Type-C зарядочка идет в комплекте. И вот переходник на обычный USB, если вам это потребуется. По разъему это все. То есть, 4 Type-C, грубо говоря. Очень хорошая альтернатива другим ультрабукам, которые есть. Потому что, ну, реально кайф. Из минусов, ну, даже не знаю. С одной стороны, всегда хочется знать, что, о, ноутбук должен быть, ну, алюминиевый. Да, то есть, здесь вот, чтобы ты такой, знаешь, холодненький чувствовался. А здесь ты такого не чувствуешь. То есть, как бы, когда на него смотришь, никогда не скажешь, что это не металл. Когда трогаешь, но он не холодный. Ну, при этом он и не горячий, когда он, ну, на максимале там работает. Конечно, тут на вкус и цвет. Звучит классно, открывается классно. Трекпад вообще, мое почтение. Потому что, реально, он нажимается вообще просто везде. Ну, как бы вот так вот. Мне больше сказать нечего. Только вот одни слова благодарности, хуа, что они такие, такой ноутбук делают. Ну, буду только переживать, что он не мой. Вот. А так бы хотелось таким ноутбуком пользоваться. Ладно, пойду поплачу. С вами был Илья. До новых встреч. Пока, ребята.